У меня для вас плохие новости. Снова пришли. Что это такое? Кен Юанг. Много-то всего. То есть, процессор 8.08.6. Она полностью запечатана. Я взял из Китая на собственные донатские кошачьи деньги, которые ей на колготки кидали. В общем, я втихаря, пока она там спит, я... Давайте сначала откроем. Я надеюсь, что вы будете разделить со мной боль и страдания. Так, 5 штук. За всё я купил примерно за тысячи... чем-то. В общем, выходит, что за одну штуку я купил 270 рублей. Не знаю, дорого или нет, но мне срочно нужны были, потому что вот здесь вот стоит советский регулятор, который линейный. Мне надо именно логарифмический разбаланс у него. Давайте я лучше всё-таки вот это попробую. Так, регулятор есть. Она какая-то, кстати, липкая. Такое ощущение, что флюс нет мыли. Липкая. Да, это тоже липкая. Это тоже липкая. Ну вот, и любой попавший регулятор. Вот я хочу проверить, что она всё работает. Максимальная громкость. Всё идеально. Смотрим вот тут вот. 0404. Они идеальны. Давайте я попробую на середину где-нибудь разверну. Ну, это очень тяжело. 0404. Один шаг поверну. Ага, 0605 понизило. Ещё один шаг. 0808 понизило. Ещё один шаг. 102 уже. Ещё один шаг. 16. Ещё один шаг. Ну, там уже почитайте сами. Они, блин, они синхронно одинаковые. Видите, две цифры одинаковые. 17. 17. В принципе, мне понравился шаг такой не сильно глубокий. 42. Они одинаковы друг друга. 59. А там уже шумы друг друга нарезают. Так-то, в принципе, они одинаковы. Ну, и можно до конца. Прямо до нуля. Да, это было на один шаг. И вот полный ноль. Я боялся, что там я так поверну. Там сразу минус три лица было. Там ещё поверну, минус пять лица было. А нет, так она так по-маленькому так вот снижает. И синхронность очень одинаковая. Значит, сейчас я все проверю сразу же. И уже сообщу, что это как. В общем, я все пять блоков проверю. И все они синхронные. 13.9, 13.9. Единственное, вот это вот есть брак. Видите, вот это одно положение. Белый канал уже испортился. Попробую сдвинуть на один шаг вперед. Белый канал восстановился. На один шаг назад. Испортился. Еще один шаг назад. Восстановился. Там какой-то неконтакт. И поэтому нужно проверить вот эту крышку можно с ней. Потом я посмотрю, что там случилось. А ты все собрать потом сможешь, да? Так, что она тут дальше? Угу. Вот это я сейчас сниму. Снимаем, снимаем, снимаем. Я стесняюсь. Это точно не больно? А вот на этой, видите, тут есть три щетки и ближний радиус. из-за аукента. Так. Смотри. Что это я буду делать? А ты точно? Вот смотри, ребят, что-то еще. Ага. Еще это снять. Смотри. Что будем делать тут? Здесь какая-то драма пружина. Надо ее ослабить, да? Вот тут видно, что здесь пружинница и там шарик. Пружинку надо ослабить. В общем, я думаю, что ты сделаешь, да? Я пока за чаем скажу, да? Че у тебя получилось? Давай, че у тебя там получилось? Угу. Ты немножко отогнула планку. А там шарик. Подшипник. Ну ладно, давай попробуем покрутить. Боже, какая-то жижа. Какая-то хреновая китайская лыжная мать. Ладно, в общем, качественно получилось. Крутилка очень такая легкая. Теперь надо еще разобраться в контакт. У нас пропадал контакт в одном положении. Я не обнаружил какой-то такой пленки, или там загар, или там в рыбе все качественно. Ну, попробую тогда еще салфеткой протереть. Да, ну я уже все почистил туалетной бумагой. Туалетной бумагой протер. 22, 9, 22, 9. И все, она работает. И так получилось, что 1, 2, 3, 4, 5. Все 5 идеально работают. А купилось все 5 штук. Я советую, можно брать.